Я первый! Сзади у меня эти плакаты, в руках у меня молочные ломтики. И сегодня, я такая буду вся романтичная. И сегодня, друзья, мы с вами узнаем, есть ли замена молочному ломтику. Может быть, это вообще не самая вкусная вещь на земле. А есть, например, что-то вкуснее, как вариант, ломтик от Монте, Монте снэк, или снэк от Несквика. Сегодня мы сравним три позиции, да. Кстати, молочный ломтик это любимое лакомство вашего любимого оператора. Поэтому, когда мы выбирали, что мы сейчас будем снимать пельмени или молочные ломтики, он выбрал молочные ломтики. Лайк, если хотите, выпуск с пельменями, между прочим. Да, вот соберем два лайка, и тогда будет выпуск с пельменями. Ладно, один. Мне кажется, не соберется. Мне тоже кажется, нереально. Ну что, друзья, открываем с вами счетчик и начинаем. Кто молодец и не выбросил чек, который ценник? Чек-ценник. Это чек. Это чек, отлично. Супер цена. Че это за замануха? Правда, там еще помимо продукта были домой, поэтому я не знаю, сколько сейчас буду искать. Пирожные, медуа. Нет, это не то, это мединг. Так, следующий пошел. Вот эта пироженка Монте стоила 35,90. Слушайте, а Киндер 25 рублей, кстати, всего стоит. То есть, относительно Монте, я думала, ломтик самый дорогой Монте. Кстати, вообще, вот эта штука дорогая. Знаете, есть такие пудинги у них, шоколадно-ванильные. Вот они вообще капец дорогие. Они еще сейчас выпустили, по-моему, с какими-то печенками наверху. Вообще, как самолет стоит. Растишка отдыхает. Несквик оказался самым дорогим. Он стоит 42 рубля. Хотя на вид он вообще самый маленький. Ну, по программовке мы с вами сейчас еще поговорим, посмотрим. Значит, самый дешевый молочный ломтик. И посерединочке стоит у нас Монте. Мы, соответственно, сразу даем молочному ломтику цену. А чего сейчас смысл этого выпуска-то? Он самый дешевый. Он самый вкусный. Откуда мы знаем, что он вкусный? А, да-да-да-да-да, вот это еще надо посмотреть и узнать. Ля, юмор это не твое. Что у нас по граммочкам с вами идет, дорогие мои? 29 грамм. Вот эта штуковина, 28 грамм. И Несквик. 26. Самый дорогой. Самый маленький. Где подвох? Где подвох? Может, он самым вкусным окажется. И следующий критерий – это добросовестность производителя. Сейчас мы возьмем наши супервейсы и взвесим. Если вдруг кто-то нас решил обмануть и не довесил на парочку-троечку граммчиков, то мы снимем балл. 29 заявленных. Имеем 30. Ок. Здесь 26. 28. Ок. И 30. Прекрасно. 28 было, да? Да я был. Все молодцы, все молодцы. Не взазлили качку. И теперь давайте выберем, какая упаковка нам нравится больше всего. Я что хочу сказать? Естественно, я проголосую за Несквик, потому что он желтый. Нет. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Давайте здесь у нас опросик. Вот такой вот желтенький Несквик. Коричневая Монте или классика, это молочный ломтик. Тебе какая больше нравится? Ломтик. Мне, кстати, тоже больше всего, честно говоря, нравится ломтик. Насчет Несколько я пошутила. Мне вообще и форма больше нравится, вот такая прямоугольная. И что касаемо формы, давайте-ка сегодня мы с вами сделаем критерий ожидания реальность. Сейчас мы с вами откроем упаковки и посмотрим, соответствует ли то, что нарисовано, тому, что внутри. Че, с кого начнем? Аники-беники или вареники, аники-беники, крэпсы. Он сам себя выбрал. Ощущение, что подсужено уже молочному ломтику. У вас тоже что-то впечатление сложилось? Посмотрите, в принципе, один в один. Единственное, на упаковке более подсвечена фотография, увеличена яркость, насыщенность. И как бы сам ломтик, вот этот вот бисквитик, кажется чуть более коричневым таким, более даже румяненьким, рыженьким. Здесь так он потемнее. Ну так вообще один в один. Следующий испытуем их, пусть будет несколько. Я вот что понять не могу. Тут какая-то типа наклейка. Тут типа две части наклейки. Если их соединить, то будет, наверное, целая наклейка. Ой, я его порвала. Кстати, ощущение, что это вообще что-то импортное. Нету, в принципе, слов на русском языке непосредственно на упаковке. То есть только вот на вот этом вот приклеивающемся ценнике. А-а-а! Вообще типа в Италии произведено. Может быть поэтому и цена у нас такая складывается, да? То, что импортный получается продукт. О, тут зайчики. Знаете, сколько это же зайчик? Не, а кто верблюд, что ли? Ну, кстати, тоже похоже. Да, но только начинки меньше. Да, кстати. А-а-а! Шокотая поехала. Реально, посмотрите, начинки-то меньше. А я посмотрела просто на сам бисквит, что, да, здесь нарисовано такие же вот штампики стоят, зайчик. Бисквит-то толще получается. Слушай, да. Кстати, смотри, вот с этой стороны я показывала, здесь прям толстый, да? Слой начинки вот здесь вот тоненький. О-о-о! Мне нравится. Сейчас вот давайте монта посмотрим, что там будет внутри, и уже сделаем какие-то выводы. Вот, посмотрите. Ну, это похоже, да? В принципе, и бисквита, и начинки, и посерединке тоже идет шоколадный слой. Мне кажется, да? Здесь на картинке бисквит нарисован как будто бы более пористый. А тут он такой более гладенький какой-то, и меньше структуры в нем прослеживается. Ну, примерно одно и то же, да? Наше предложение следующее. Отдаем по балу монте ей молочному ламптику, а наскольку не даем бал, потому что обман. Дорогой еще обманули. Вообще вот так вот, да, злые мы сегодня. Кстати, не волнуйтесь, мы когда будем пробовать закрытым тестированием, мы вот этот шоколадный слой у монте срежем. То есть я буду пробовать только молочный вкус, потому что, ну, понятно, да, если у меня пойдет шоколадный, я сразу различу, там вроде как лесной орех заявлен. Так что все будет честно, борьба будет честной. И, кстати, о борьбе. Давайте, наверное, уже пробовать. Ну что, начинаем наше тестирование. Так, первый, да? Ой. Бисквит здесь жестковат, нежности какой-то не чувствуется. Начинка не очень сливочная, я бы так сказала, какая-то жидковатая. Ну-ка, второй. Слушай, а ты у монте отрезал шоколад? Да. А почему я чувствую орех? Значит, здесь в бисквите орех. Это монте, это сразу. Это вообще, даже близко не похоже, кстати, на молочный ломтик. Ощущение, что ешь как раз вот этот их пудинг. Бисквит здесь просто лишний. Не знаю, зачем делать такую штуку. Очень-очень много лесного ореха. У меня прям все перебило во рту этим вкусом. Так, пробуем последний. А это кажется оно. Удивительно, но все три снека абсолютно разные. Вот вообще. Вот у третьего будто бы вкус меда что ли присутствует. Легкая-легкая кислинка такая в бисквите. Ну, не сказала бы, что лимонная, что-то такое есть. Все-таки какой-то вот уникальный свой вкус у молочного ломтика. Я его, конечно, раскусила. Это был он. Второй был Монте. И вот это получается Несквик. Несквик вообще самый неочемный. То есть у Монте вообще хотя бы какой-то свой интересный, ярко выраженный вкус. Но опять же, я бы не купила больше. Вот. Кстати, я могу, наверное, открыть глаза. Сначала только балл должна дать. Естественно, балл уходит молочному ломтику. Сейчас я вам все расскажу. Как я и сказала, у Несквика очень-очень плотный бисквит. Ощущение, что ты ешь скорее печенье, нежели вот этот вот мягкий пористый хлебушек такой. Все-таки в молочном ломтике сливается все воедино. И это прям гармония вкуса получается. Здесь в Монте, я опять же уже повторюсь, очень сильно превалирует. Че, решивый поумнищий, да? Превалирует вот этот вот фундук, лесной орех. Не знаю, тебе понравился Монте? Да, ну потому что мне нравится пудинг Монте. Да. Но зачем здесь тесто? Оно лишнее. Оно реально, оно не супер вкусное. Если бы это было хотя бы тесто, как у молочного ломтика, вот такое же легкое, пористое, невесомое, может быть, это как-то слилось. Здесь получается отдельно этот кусочек хлеба, отдельно пудинг. Лучше же тогда купить пудинг. Но, кстати, что хочу сказать с закрытыми глазами. Просто такая полнота вкуса. Я даже в шоке. Вот когда просто ешь, так не ощущаешь. Может, пробовать есть с закрытыми глазами, и тогда будешь, чтобы больше все чувствовать. Правда, вообще, я такой сел, такой рис с курицей, есть с закрытыми глазами. Мои баллы за вкус. Два балла мы всегда даем за вкус, напоминаю, да? Кто, может, первый раз к нам подключился. Они уходят к молочному ломтику. И я считаю, это заслуженная победа. Пишите свое мнение. Может быть, вы видели какие-то другие альтернативы молочному ломтику. Может быть, даже что-то дешевле, в каком-то фикс-прайсе, например. И уж тут нашли такие, типа, не фигня, все молочный ломтик. Вот есть оно. Но сегодня лидер молочный ломтик, киндер, и мы его поздравляем. Тут должны быть фанфары. Но кто-то будет монтировать, не вставит фанфары, поэтому... Просто представьте. Развивайте воображение в конце-то концов. Ну что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте, мы собираем два лайка, и будет выпуск с пельменями, не глядя. Вот. Ну, можете, в принципе, и не ставить. Ничего страшного. Не, лучше поставьте, вдруг не соберем. И мы увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых выпусках. До новых встреч. Всем делкам. И не забывайте, что у нас расписание новое. Понедельник, среда, пятница. Так что включаемся. Всем вечером. Субтитры сделал DimaTorzok